Бойко, Волшебная страна, Шарля Перо. Так уж случилось, что я помню все книги, которые покупала сама, самостоятельно. Я помню, в каких это происходило магазинах, какая была ситуация, почему я купила именно её и свои первые впечатления о книгах, о всех. Эта книга не исключение, я шла с рынка, с какого-то, это было в детстве, мне было лет, наверное, 13. Я увидела ларёк. В детстве у меня была способность, теперь этого нет. Вещи меня умели позвать, в ней я умела услышать, когда меня вещи зовут. Я таким образом очень часто эти предметы какие-то находила, ну и, конечно, покупки. Совершала только удачные. Эта книга меня позвала, хотя ларёк был совершенно не книжным, там продавалась обычной лапутатом, не знаю, ручки, жвачки, напитки, лимонады, что там ещё могло продаваться. И почему-то стояла вот эта книга. Я её купила вообще без раздумий и не пожалела вообще ни разу. Автор в увлекательной форме, замаскировав всё это под путешествием в какой-то волшебный мир, главного героя, повествует о том, как, собственно, становилась сказка как жанр. Возникновение и развитие вплоть до того, что сказка является переносчиком древнейших каких-то обычаев и нравов, которые были характерны людям ещё тех времён, когда они только-только научились, собственно, жизнь в костре поддерживать. В путешествии по волшебной сказке главный герой встречается с людьми, которые сделали всё, чтобы поддержать сказку и дать ей толчок к дальнейшему развитию. В конце концов, он приземляется, приходит в волшебную страну Шарля Перро, но он не переносится в прошлое, нет. Он, то есть, Шар Перро, он как бы живёт в другой вселенной, что ли, со своими сказками. И в такой форме автор нам очень интересно рассказывает какие-то биографические данные о сказочнике знаменитом, прославленном. Он, вкратце, рассказывает о самых его знаменитых сказках. Я, например, в своё время узнала несколько новых сказок. Я помню, у меня очень впечатлила сказка «Осливная шкура». Книга, правда, удивительная. Она понравилась любому человеку любой возрастной категории. Я её подсунула маме, которой как бы не 25, и ей тоже очень сильно понравилась книга, поэтому я советую. Здесь, кстати, рисунки такие очень необычные. Их словно нарисовал пятилетний ребёнок. И это не отталкивает, а наоборот. Это как изюминка какая-то. Ну, представь абсолютно совершенно очень красивую девушку. Фигура, волосы, глаза, форма лица, губы, нос. Не всё совершенно. Всё симметрично. Хотя, ну, доказано, что такого не бывает. Ну, представь, да, себе. Ну, это же скучная красота. Нужна какая-то изюминка. Хоть что-то не такое правильное. И вот эти рисунки в этой книге – это вот та самая изюминка. То самое, что неправильное. Вот, так что я тут стою, выложу несколько ссылок вот здесь. И если бы не было просмотрено ещё какое-то моё видео о какой-то ещё книге, милости просим. Спасибо. 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 Спасибо.